Думайте не только головой, но и сердцем. Поэтому в добрый путь. Перед отправкой на путьствие от военных и первых лиц области добровольцев из подразделения Табол провожают как настоящих героев. В их честь проводят торжественный митинг на исторической площади города. Отправляясь выполнять свой долг, вы должны понимать, что вы защищаете нашу родину, нашу будущую жизнь. Я желаю вам мужества и вернуться домой живыми и здоровыми. Желающих вступить в ряды добровольцев было много. Отбирали лучших из лучших. Сформировать батальон предложили ветераны Твику. Идею поддержал губернатор Тюменской области по решению Александра Мора. Каждый, кто вызвался стать частью подразделения, дополнительно получит единовременную выплату из регионального бюджета в размере 100 тысяч рублей. Однако, по словам самих добровольцев, в Табол их привела совсем другая мотивация. Мы боремся за правду. Это наши братья и сестры. И мы идем за правдой, чтобы убрать неонацизм оттуда, вообще весь фашизм. Первую роту инженерного подразделения уже отправили на полигон для боевого слаживания. Впереди подготовка по воинским учетным специальностям. Перед этим добровольцы, среди которых есть и девушка-медик, прошли обучение. Профессиональные военные рассказывали им о безопасном обращении с оружием и взрывчатыми веществами. Все парни, как они находились в запасе, у них есть опыт боевых действий. Есть и профессиональные, у нас несколько специальностей. Прям просто по профессии, по своей, они сейчас попали на эти должности. Добровольцев обеспечили всей необходимой экипировкой. Очень важное событие, историческое событие. Тюменская область никогда не оставалась в стороне. Надежный тыл для нашей Родины был, есть и будет. Перед тем, как приступить к занятиям на полигоне, добровольцы подпишут контракты о прохождении военной службы. Затем подразделение войдет в состав Вооруженных сил Российской Федерации.